Добрый день, дорогие зрители православного портала «Экзегет». 5 декабря по старому стилю, соответственно, 18 по-новому, Святая Православная Церковь отмечает, празднует память одного из величайших своих подвижников монашества православного, подвязавшихся на святой земле Святагограда Иерусалима, Палестины, в окрестностях Иерусалима, в Иудейской пустыне, которая в те времена процвела действительно как сад добродетелями населявших ее православных иноков. Множество обителей, множество монахов наполняли тогда пустыню, и действительно она в то время уподобилась как бы такому монашескому граду, целому такому городу, населенному исключительно иноками, принявшими на себя вот это тяжелое и в то же время богодатное служение Богу. Он был одним из самых ярких, наверное, звезд, правда, уже не первого, а скорее такого, ну вот, более младшего поколения, однако, несмотря на это, оставивших вот немеркнущий яркий свет своей жизни, своих молитв, своего подвига, был преподобный Савва Освященный. Преподобный Савва родился в V веке, в 439 году. Правда, родиной его была не Палестина, но, как, собственно, и у многих других святых иноков, которые прославили собою своим житием, своими подвигами святую землю. Он происходил из селения Муталаска, находившимся в Каппадокии, в Малой Азии, на территории современной Турции. И происходил из такой достаточно богатой, обеспеченной семьи. И отец его по имени Иоанн Конан был военачальником, делал, так сказать, военную карьеру, что, в общем-то, это тоже в Византийской и в Римской империи было вполне делом таким почетным и уважаемым. Мать его, София, зачастую вынуждена была следовать за отцом, и поэтому их сын Савва оказался долгое время на попечении своих родственников. Однако, поскольку семья была достаточно богатой, и Савва являлся наследником довольно большого состояния, его родственники начали постоянно приопираться и ссориться между собой, для того, чтобы получить опекунские права в том случае, если отец, находящийся на воинской службе мальчика, погибнет. И, в общем-то, поскольку и так они получали достаточно неплохие доходы с этих вот имений, которые принадлежали родителям отрока и которые были доверены их управлению, то, в общем-то, это вызывало в семье постоянно такие настроения. Юный отрок уже тогда тяготился всяческой немирностью и сделал то, что он впоследствии неоднократно вынужден был делать на протяжении всей своей жизни для того, чтобы сберечь и свой собственный внутренний духовный мир, и мир своих ближних. Он покинул свой дом тайно и убежал для того, чтобы скрыться в монастыре. Но при этом монастырь для него являлся не просто каким-то таким убежищем от семейных дрязг и склок, а действительно тем местом, которому он хотел целиком и полностью посвятить свою жизнь и деятельность своей души. И так получилось, что в возрасте всего 8 лет преподобный Савва уже вступил в монашество. Можно сказать, что святой Савва с детства был монахом. Это один из, наверное, в церковной истории редких таких случаев, когда по преданию иноческого пострижения святой Савва сподобился в возрасте всего 12 лет. В принципе, пострижение таких юных, фактически детей, отроков, ну, никоим образом не входило в правила, традиции православной церкви, являлось чем-то таким из ряда вон выходящим. Но святой Савва был настолько уже, в общем-то, в свои детские годы совершенным монахом, стремившимся к стяжанию добродетелей монашеских и действительно много успевший достичь на этом поприще, несмотря на свой такой ранний возраст, что над ним было совершено вот это иноческое пострижение и в обители святого Флавиана в Каппадокии святой Савва подвязался до 17 лет. Пять лет спустя своего пострижения он возгорел с желанием отправиться на поклонение святыням Иерусалима и святой земли и спросил богословения у игумена и отправился вот в такое паломничество на святую землю. Из этого паломничества он уже более не вернулся в Каппадокию, поскольку, услышав о великом наставнике иноков Палестины и о таком столпе исповедания православной веры посреди многочисленных, сотрясавших тогда православную церковь ересей, каких-то нестроений, лжеучений, которые во множестве ее обуревали, вот таким строгим поборником православия и иноческих уставов был величайший подвижник святой земли преподобный Ефимий Великий, недаром и не случайно носящий столь высок, отличающий его наряду с некоторыми другими святыми званиями, которому он удостоился за то, что действительно воспитал огромное количество великих подвижников, был для них отцом, примером, наставником. Но поскольку святой Савва был еще молод, у него не было бороды, то преподобный Ефимий, который без бородых и юных в свой обитель не брал, отправил его подначало к своему ученику и сопустнику преподобному Феоктисту в ущелье, которое называется Вади-Ок, в память о древнем библейском языческом царе, который погиб в результате завоевания святой земли двенадцатью коленами Израиля. Вот в этом ущелье, где некогда совершилась бесславная гибель этого языческого царя, теперь на его склонах процвела обитель преподобного Феоктиста. В ней святой Савва продолжил свое обучение великому искусству иноческой добродетели. Когда он укрепился и впитал устав, которому следовали палестинские монахи, то святой Ефимий, который не забыл этого необычайно духовно одаренного юношу, отправленного им к своему ученику и соратнику Феоктисту, и начал приглашать его в свой обитель, более того, включил его в число своих избранных таких вот учеников узкого круга, самых близких к нему подвижников, с которыми вместе он проводил Великий пост в совершенно таком исключительном особенном подвиге. Преподобный Ефимий на время Великого Поста после Прощенного Воскресения и вплоть до Страстной Седмицы отправлялся в странствование по пустыне Мертвого моря. Нигде не имел он постоянного пристанища, естественно, не разводил огня, не готовил какой-то такой пищи, питался в прямом смысле вот таким подножным кормом, и это, конечно, было очень таким тяжелым, трудным испытанием. Надо сказать, что вообще вот эта пустыня, окружающая собой Мертвое море, это одно из на самом деле самых и до сих пор опасных мест не только в Палестине, но и вообще сравнительно с другими опасными местами на Земле. Это очень коварное такое место. Дело в том, что эта пустыня находится в такой глубокой впадине. Мертвое море, как, наверное, многим известно, лежит на глубине примерно 300-350 метров ниже уровня Мирового океана. То есть это такая глубокая впадина, окруженная со всех сторон пустынными горами. Естественно, что вот в таком совершенно исключительном по своему географическому положению месте и такая очень суровая, тяжелая климатическая обстановка. Днем, в особенности летом, там царит страшнейшая совершенно жара. И вот как у нас бывает, ну или, по крайней мере, бывало, а случается, к сожалению, до сих пор иногда происходят такие случаи, когда человек в лютые зимние, там, декабрьские, январские морозы может по неосторожности замерзнуть насмерть. Нечто подобное, но с обратным совершенно знаком происходит и вот в этой пустыне. Совершенно незаметно к человеку подкрадывается обезвоживание, он теряет силы, садится на камушек, засыпает, как это происходит с теми, кто погибает от мороза, и просто высыхает живьем, то есть засыхает насмерть. От него остается только вот такое высушенное совершенно тело. К сожалению, подобные случаи происходят и до сих пор с неосторожными путешественниками, туристами, которые предпринимают странствование по пустыне Мертвого моря. И что же говорить о V веке, когда здесь в полном отсутствии каких-то населенных мест, каких-нибудь источников, таких вот, где можно приобрести воду, например, имея деньги, каких-то там заправок, которые сейчас могут выручить такого незадачливого путешественника, или там каких-то бедуинских лавок даже под открытым небом. Ничего этого, естественно, в V веке в окрестностях Мертвого моря не было. Это был очень тяжелый, трудный подвиг. И Святой Савва в свои молодые годы очень часто изнемогал, сопровождая вот в этих тяжелых путешествиях по пустыне своего наставника. Днем он страдал от жары, ночью страдал от холода, поскольку перепады очень большие, температурные, и они могут составить порядка 30 градусов в сутки и даже более вот в этой пустыне. То есть если днем жара, то ночью температура может быть лишь немногим выше нулевой. И эти перепады, конечно, очень тяжело сказываются на теле неподготовленного человека. Страдание от жажды было столь большим, что однажды Святой Савва чуть не умер, сопровождая своего наставника в пустыне. Но ведь его спутником, его учителем был преподобный Ефимий Великий. Старец помолился и для своего умирающего от жажды ученика извел источник воды. Они смогли умыться, утолить свою жажду и таким образом спастись от той участи, которая их ожидала. Но впоследствии Святой Савва приобрел навык к этой пустыннической жизни, научился находить в пустыне и источники пищи, и воды. Как сообщают нам историки монашества того времени, монахи, которые странствовали по пустыне Мертвого моря, ну и вообще по иудейской пустыне, нашли такой очень интересный способ поддерживать свои силы одновременно и питьем, и едой. Они ходили с такими небольшими лопатками, которые были привязаны к их поясам. И вот этими лопатками они выкапывали корень такого пустынного растения, который древние авторы называют мелагрой. Такой черный корень. И вот этот корень, он содержал в себе достаточные жидкости и в то же время был питательным в достаточной степени для того, чтобы, ну естественно, при привычке к такому образу жизни можно было проводить достаточно долгое время без каких-то припасов, просто вот питаясь тем, что посылает пустыням, странствующим по ней инокам. Суровую, весьма такую школу, как мы видим, прошел Святой Савва под руководством святого преподобного Ефимия Великого, также его ближайших учеников, преподобного Авы Мартирия, Ильи, впоследствии патриарха Иерусалимского, блаженного Феоктиста и других сподвижников Великого Учителя Монашества. Но когда святой наставник его скончался, преподобный Савва не захотел остаться в его обители. Он ходил по пустыне и молился о том, чтобы Господь открыл ему его путь. И вот в молитве на вершине горы Мунтар мы как-то упоминали об этом месте, рассказывали о ней в связи с как раз таки сюжетом о козле отпущения. Именно с этой горы когда-то в период второго храма евреи сбрасывали этого самого злосчастного козлика отпущения. Ну а уже в христианские времена там молился преподобный Савва и там получил откровение, что он должен поселиться в расположенном неподалеку оттуда ущелье Вадике Дрон. И там в одной из пещер он в течение достаточно долгого времени подвязался в одиночестве. Но затем, как это часто бывает, о нем услышали другие иноки, стали собираться под его начало, под его руководство. И вот так возникла святая знаменитая обитель, которая одна из вообще немногих православных обителей в мире никогда не закрывалась, начиная вот с времени своего основания в конце пятого века и вплоть до наших времен. Никогда молитве преподобного Саввы иноческая жизнь в этом ущелье, в основанной им лавре, не прекращалась. Более того, как мы знаем, устав этой обители послужил образцом для многих других монастырей по всему миру и вообще даже основой богослужебного устава многих церквей, в том числе нашей с вами русской православной церкви. До сих пор мы руководствуемся в нашей богослужебной жизни так называемым типиконом, то есть уставом лавры преподобного Савва Священного. Он также называется уставом палестинским. Вот это сейчас основа нашей богослужебной, ну и отчасти монашеской жизни, хотя, конечно, современным инокам трудно сравниться с теми подвигами, которые несли иноки того времени. Не то, что трудно, а даже, можно сказать, и немыслимо. И вот постепенно вокруг святого Саввы собралась огромная обитель. Еще при его жизни она включала 250-300 учеников, причем из самых разных народов и стран. Поэтому святой Савва вынужден был основать даже не один, а несколько храмов в своей обители и распределить богослужение между ними так, чтобы представители каждого народа могли совершать богослужение для себя на собственном языке. В частности, очень большая часть его учеников была по происхождению армянами, были и греки, и выходцы с латинского запада. В общем, под начало святого Саввы постепенно собрались монахи, ну, воистину, со всего православного мира. Естественно, что потребовался и устав, и потребовались и какие-то строения, строительства, потребовалось создать новые храмы. И святой Савва молился о том, чтобы Господь помог разрешить ему вставшие перед его обителю сложности, проблемы. И Господь чудеснейшим совершенно образом помогал своему избранному подвижнику и святому. Так столб огненный указал в видении святому Савве богозданный храм. Удивительным образом открылась пещера, достаточно просторная, для того, чтобы в ней был создан храм, способный вместить значительную часть иноков обители святого Саввы. Сейчас главный престол этой богозданной церкви посвящен святителю Николаю, архиепископу Мерликийский Чудотворцу, память которого совершается буквально на следующий день после памяти святого Саввы. До сих пор эта обитель носит название богозданный, поскольку действительно человеческая рука очень мало что привнесла в убранство и в строение этого храма. Фактически это до сих пор так и остается пещера, в которой она и была. И в этой пещере нашлось место и для церкви, и для ризницы, и даже для косницы. Там хранят кости монахов, которые подвязались в монастыре святого Саввы по вот такому вот восточному обычаю, к которому мы еще вернемся. И, ну, разве что, естественно, был сделан иконостас, престол, иконы развешанной, стасиди, а так вот возникла такая церковь, которая до сих пор является богосужебным сердцем монастыря. Другим большим вместительным храмом святой обители стал Благовещенский собор. Сейчас как раз таки именно там хранятся мощи преподобного Савва Священного. На самом деле в лавре преподобного Саввы сейчас девять храмов. Но посетители, которым удается попасть в монастырь, как правило, могут оказаться только в Благовещенском соборе и в богозданной вот этой вот Никольской церкви. Остальные храмы обители небольшие и вот в основном служат исключительно для молитвы иноков, которые подвязаются в монастыре святого Саввы. Итак, святой Савва таким образом решил, разрешил одно затруднение, которое стояло перед его монастырем. В помощь ему были посланы иноки, которые в миру были архитекторами. Они-то и помогли обустроить эту святую обитель так, чтобы она могла вместить в себя достаточное число учеников святого Савва, которые должны были находиться под его непосредственным руководством. Но их надо было снабдить еще и водою. Сам святой Савва ходил на источник, который располагался примерно за три километра от его обители, привычно преодолевая это расстояние по опаленной зноем пустыни Мертвого моря. В зимнее время по дну води Кедрон тек Кедронский поток, но это было только зимой. В теплое же время года иноки испытывали большой недостаток в воде. И поэтому просили святого Савву, чтобы он как-то решил для них вот это затруднение, которое приносило им, естественно, очень много тягот и скорби. Святой Савва опять вооружился молитвой. И вот однажды, выглянув ночью из окошка своей пустынческой кели, он увидел, что на одном из клонов ущелья Води Кедрон появился дикий ослик, анагр. И вот этот анагр бьет копытом по склону ущелья, а затем склоняет туда морду, и святой Савва догадался, что анагры приходят сюда для того, чтобы пить из какого-то неведомого источника воды. Он возблагодарил Бога за это открытие, пришел к этому месту, расширил его собственными трудами, руками, и нашел небольшую пещерку с такой как бы вот естественной чашей, в которую капала со сводов вода и наполняла в течение какого-то времени достаточно большой вот такой вот объем, которого хватало, ну, по крайней мере, для того, чтобы иноки монастыря Святого Савва могли утолять свою жажду. До сих пор этот источник получил название агиасмы, то есть святыни святой воды Святого Саввы. Эту воду иноки до сих пор поднимают флягами по такой специально сделанной лестнице в свою обитель, пьют ее за трапезу, она очень вкусная, сладкая, и наливают ее тем паломникам, богомольцам, которые приходят в их святую обитель, стараясь так, чтобы ни одна капля не пропала даром. Конечно, для нужд монастыря требовалось со временем много воды и такой технической, и были устроены специальные такие цистерны, в которые собирается дождевая вода и хранится. Сейчас в монастыре там порядка 25 вот таких больших цистерн, которые снабжают обитель такой водой, ну, что ли, технической. При этом потребность в воде в монастыре у иноков традиционно небольшая. До сих пор по заветам Святого Саввы монахи монастыря никогда, ну, как и иноки Афона, не омывают свое тело. Никаких бань, душей, ничего подобного до сих пор в этой обители нет. По немощи игумены разрешают только некоторым современным инокам, которые, конечно, непривычны к таким суровым условиям подвига обтирать свое тело мукрыми и влажными полотенцами, но это единственная в этом плане роскошь, которая им позволяется. Поэтому расходование воды идет до сих пор в монастыре очень так экономно, и, по крайней мере, вот этого источника геасма, Святой Савы, хватает до сих пор для того, чтобы снабжать подвязающихся там монахов питьевой водой и угощать ею паломников. Святой Сава, конечно, не без трудов и скорбей руководил собранным им братством. Естественно, в таком большом монастыре возникали и какие-то нестроения, и сложности. Так что Святому Саве приходилось для того, чтобы дать место человеческой злобе, покидать созданную им самим святую обитель. Ну, во-первых, он придерживался опыта, которого получил со своим наставником, Святым Ефимем, и во время Великого Поста удалялся странствовать по пустыне. Однажды, во время одного из таких странствований, он упал в яму, наполненную какими-то такими горячими вулканическими извержениями, которые называют смолой. В тех местах земляной смолой, то есть вот в окрестностях Мертвого моря, там такая сейсмически активная зона, и действительно встречаются вот такие какие-то наполненные едкими горючими веществами места. Он с трудом выбрался из этой ямы, лицо его оказалось навсегда обезображенным. И вот когда Святого Саву сейчас изображают на иконах с такой какой-то клочковатой бородой, которая такими какими-то кусками видна на его подбородке, это как раз-таки следствие того ожога, который он получил после этого падения, и пострадала в том числе и его растительность на лице. Когда он пришел в свой обитель, иноки с трудом его узнали. Другой причиной оставления преподобного в своей обители было то, что, к сожалению, среди его иноков распространились всевозможные ереси уже учения. Хоть Святой Сава и старался брать в свою обитель только таких монахов проверенных, твердых в благочестии, однако с увеличением их числа появились и вот такие вот плевелы. В то время в церкви очень распространились уже учения, которые восходили к такому учителю церковному Оригену. Ориген подвязался в III веке и этот наставник многих на самом деле святых отцов действовал и развивал православное богословие в то время, когда еще очень многих таких устоявшихся догматических, канонических норм не существовало. Поэтому нередко он высказывал какие-то спорные суждения, мысли. Например, Оригену принадлежит такое предположение о предсуществовании душ, о том, что прежде чем появиться, так сказать, в человеческом теле, душа где-то вот обладает таким в каком-то особенном таком месте у Бога вот предсуществованием, готовится к тому, чтобы, ну, когда для нее появится на земле тело, соединиться с ним. Эту совершенно вздорную идею, которая сейчас на самом деле тоже нередко встречается в современном культурном пространстве и в современной мысли, святые отцы решительнейшим образом отвергли. Ну, не будем углубляться сейчас в эти богословские детали. Другим таким ложным учением Оригена было учение о так называемом апокатастасисе, о том, что Господь не может позволить погибнуть никому из созданных им существ, и поэтому после страшного суда как бы пересоздаст этот мир, благодаря чему даже падший Деница опять будет восстановлен на своем ангельском достоинстве и таким образом совершится спасение всех, без исключения людей на земле. Вот такое прекраснодушное, но очень далекое, к сожалению, от православного взгляда на этот вопрос учения высказывал, к примеру, Реген. Некоторые даже маститы богословов в современное нам время пытаются высказывать сходные мысли и идеи вот о таком легком, без трудов, без усилий, а главное, без проявления собственной воли спасения одним мановением вот этого божественного апокатастасиса, восстановления. Вот масса таких умств, каких-то и идей, почерпнутых из трудов Регена, бродила в то время в умах тех, кто называл себя христианами и даже более того монашествующими. Это вызывало постоянные споры, разногласия. Монахи, вместо того, чтобы подвисаться в молитве, добродетели выясняли между собой богословские вопросы, ну и по горячности, свойственные Востоку того да и нынешнего времени, нередко доходили до кулачных разборок в решении своих богословских разногласий и диспутов. Святой Савва совершенно не мог этого терпеть. Он пытался вразумлять вот таких своих непослушных иноков, но в конечном счете махнул на них рукой и оставил собственную обитель. Монахи-бунтовщики пришли к патриарху Солюстию и наврали ему стрекороба о том, что их святой наставник опять ушел в пустыню, и там его съели львы. В жизни, не поверю, сказал святой Солюстий, чтобы такого великого отца, как Савву, сожрали какие-то львы. Но это действительно было абсолютно делом немыслимым, и святой Солюстий это знал. И надо сказать, что неправота этого предположения была доказана житием самого святого Саввы. Как раз таки в то время, когда иноки и его обители непокорные клеветали, что его съели львы, он отправился в окрестности Скифополя, в Галилею, и там поселился в одной пещере, в которой, которую, как выяснилось, ему пришлось делить со львом. Просыпается святой Савва, а лев схватил его за одежду и пытается вытащить его из пещеры. Святой Савва, проснувшись, строго сказал льву, пещера большая, места здесь хватит и тебе, и мне, так что, если хочешь, живи в той половине пещеры, а я буду жить в этой, а не хочешь, уходи на все четыре стороны. И лев не только не съел святого преподобного Савву, но и, в общем-то, вполне коротко делил с ним это пещерное жительство. Ну вот, а вы говорите, съели львы. Какое там? Не родился, что называется, тот лев, который съест преподобного Савву. И через какое-то время, когда святой Солюсть отказался ставить бунтовщикам, монахам, игуменам по их сердцу, святой Савва, который в то время переселился из галерейских пределов в места неподалеку Турсалима, в Никополь, и там основал новую такую небольшую обитель, он со своими учениками пришел на праздник воздвижения Животворящего Креста, и патриарх Солюсть убедил его вернуться в оставленную им обитель, принять там монашество и обещал помочь ему справиться с непокорными монахами. Монахи очень разозлились таким решением патриарха, оставили обитель, ушли в ущелье Токоа, основали там так называемую новую лавру, ну и там переругались между собой. Через какое-то время святой Савва, который в сердце жалел каждого из своих даже заблудших учеников, пришел навестить этих своих иноков и увидел, что они совершенно разругались между собою, выясняя все эти сложные богословские вопросы, никакой общей монашеской жизни у них нету, церкви нету, трапезы нету, сидят они по этим своим норам в ущелье, каждый как хомяк в своем углу. Святой Савва пожалел их, остался с ними жить, стал их мирить, уговаривать, построил им церковь собственными руками, хотя им было уже 68 лет, построил им трапезу и дав им новый устав, поставив им приличного игумена, оставил эту обитель, так что впоследствии в ней подвязалось также достаточно много православных подвижников. Вот такие были труды святого Саввы, но ими не исчерпывалась его такая совершенно удивительная деятельность. На самом деле он создал целый ряд, порядка полутора десятков разных монастырей на Святой Земле, и число его учеников исчислялось тысячами. И когда потребовалось призвать их на защиту Святого Православия, то в 517 году, для того, чтобы поддержать православного патриарха Иерусалимского Иоанна против еретиков, монофилитов, Святой Савва вместе со своим другом преподобным Феодосием Великим или Феодосием Кеновиархом привели в Иерусалим 10 тысяч монахов. Только храм соборный святого первомущника Стефана сумел вместить такое огромное количество учеников двух этих великих преподобных. Естественно, ясно, что далеко не все монахи оставили свое пустынное уединение, последовали за своими наставниками, и поэтому сказания поздних паломников, которые называют число 14 тысяч монахов, подвязавшихся в лавре Святого Саввы, кажется в незначительной может быть степени преувеличенным. Не на порядок, не в разы. И вот так преподобный Савва всячески поддерживал Святое Православие, мог совершить путешествие из своей обители в несколько десятков, на самом деле, даже около практически трех сотен километров по выжженной солнцем пустыне для того, чтобы поддержать сосланного в современный Эйлад, а тогдашнюю Айлу на Красном море патриарх Иерусалимского Илью, защитника православия, и вообще всячески укреплял и поддерживал православную веру. Но в таком уже преклонном возрасте пришлось ему хлопотать и за всю Иерусалимскую церковь. В то время в Палестине происходили очень серьезные нестроения. Одним из них было восстание самарян. Мы как-то уже упоминали о нем в беседах, посвященных тому, кто такие самаряне или самаритяне. Вот около 520 года страшное совершенно восстание разорило всю Палестину. Мало того, что самаряне разорили практически всю эту область, они еще и обвинили в этом православных христиан. Иерусалимский патриарх вынужден был просить Святого Савы, чтобы тот отправился в Константинополь к императору Истиниану и донес ему правдивое такое положение дел на Святой Земле. Святой Сава пришел в Константинополь, хотя поначалу его даже не хотели пускать охранники в дворец, поскольку вид его был настолько потрепанным, он был одет в привычное для себя монашеское рубище, покрытое заплатами и прорехами. Так что дворцовые стражники поначалу приняли его за какого-то попрошайку, но впоследствии он был с честью принят в дворце, императором благословил его и его семью и своим мудрым словом добился того, что император возложил свой гнев на подлинных виновников конфликта самарян, снял тяжелое налоговое бремя с палестинских христиан и оказал помощи монастырю святого Саввы и множество других разрушенных самарянами монастырей и церквей святой земли. Это было великое благодеяние, которое святой Савва оказал Иерусалимской церкви, хотя находился уже в очень преклонном возрасте. При этом святой Савва относился к этому с очень таким большим смирением. То, что он беседует с императором огромной империи, совершенно не всевал в его боголюбивую душу какой-то такой гордыни и превозношения. Сохранился случай, который говорит о том, что в то время, когда император совещался со своими советниками о том, как помочь походатайству старцам палестинским христианам, тот спокойно отошел в сторону и читал в Псалтире свое иноческое правило. Сопровождавший его диакон спросил «Отче, а чего же ты не хочешь принять участие в общем обсуждении? Ведь оно касается тех вопросов, которые ты принес императору и задал». На что святой Савва спокойно ответил своему ученику «Пускай они занимаются своим делом, а мы будем заниматься своим». И вернулся к чтению Псалтири и творению своего такого постоянного молитвенного предстояния перед Богом. Вот такими были труды и подвиги этого великого святого. Молитвами преподобного Саввы окрестности прежде опасные, непроходимые, мертвого моря, не только по причине своего такого чрезвычайно жестокого климата, оказались очищены и от другой угрозы, которая приносила немало вреда жившим там людям и паломникам православным от всевозможных демонических нападений. Так пастухи, которые пасли свои стада в окрестностях, обратились к святому Савве однажды с просьбой о том, чтобы он как-то помог им, потому что там, где они пасли свои стада, находилась гора именуемая Кастель. На вершине этой горы когда-то построил один из своих пустынных замков Ирод Великий. Это была его пустынная тюрьма, там он держал заключение и мучил многих из своих врагов, пленников, даже в том числе собственных сыновей, которые в этом самом месте были преданы казни. И вот это место, уже будучи заброшенным, сделалось естественно обиталищем нечистых духов, которые всячески смущали своими нападениями, особенно по ночам пастухов, их стада, при этом даже наносили им физические вреды, могли даже привести к смерти, к гибели каких-то вот таких одиноких путников. Святой Савва, исполняя смиренно просьбу окрестных жителей, поднялся на вершину этой горы и всю ночь провел там в молении и в великом борении с нечистыми духами. Так что гора сотрясалась, пастухи пришли в совершеннейший ужас от того, что происходило, совершенно раздавались раскаты просто какого-то грома, как будто там идет великое сражение. И спустя три дня такого молитвенного подвига, святой Савва спустился с этой горы и сказал, что отныне она безопасна для пастухов и всех, кто проходит этими путями. А на ее вершине он основал один из своих скитов, одну из своих обителей, поставил там наиболее опытных из своих учеников для того, чтобы навсегда уже очистить это место от вот таких вот вражеских прирожений. Надо сказать, что еще в 20 веке в этом Кастальоне в этом ските преподобного Савва там подвязались иноки, монашествующие. Но как бы ни были искушены трудами и подвигами телесные силы старца, однако и он вынужден был отдать общую всем дань. 5 декабря 532 года оплаканный своими учениками великий преподобный подвижник Святой Савва предал свою боголюбивую душу Богу, был погребен в своей обители и место его погребения было отмечено таким особенным совершенно строением часовней, которое сейчас восстановлено. Там находится уже, правда, пустой гроб Святого Саввы, но паломники, которые приходят в монастырь, поклоняются этому месту погребения Святого, а также его мощам, которые сейчас находятся, лежат в Благовещенском, как мы говорили, храме Святой Обители. Ну, а дальнейшей истории Святой Обители, которая тоже, на самом деле, была полна каких-то таких совершенно разных событий, и драматических, и трагических, и утверждающих веру православных христиан, и о судьбе последующей мощей Святого Саввы, история существования и посмертного такого пребывания на этой земле, которых также была полна таких каких-то совершенно удивительных поворотов сюжетных, и это таких вот перемен, мы с вами уже, если вы сохраните интерес к этой теме, побеседуем в нашей следующей уже посвященной, посвященном, в нашем следующем посвященном Святой Обители, известной как Марсаба, господин Сава, рассказе. Внеси свой вклад, оцени, подпишись и поделись этим видео. Продолжение следует...